Вот мои курочки гуляют в вольере. Круглый год мы стараемся их кормить зеленью. Сейчас вот они у нас почему-то в ноябре стали линять сильно. Да еще к этому и клюют друг друга. Выщипывают себя. У нас на даче почему-то боятся держать кур зимой. Все говорят, что плохо несутся. Я чисто вам сердце хочу сказать. У нас куры несутся круглый год, без перерыва. Чтобы хорошо неслись, я конечно придерживаюсь трех заповедей. Первое. Это не перекармливать, а давать больше зелени и держать обязательно в тепле. Чтобы не было стрессов с холода в тепло. Это обязательно условие. Зимой мы даем пшеницу обязательно, летом ячмень. И добавляем в зимний период рябушку. Два пакетика нам вот хватает на всю зиму. Вторая заповедь. Это не заходить в курятник с 8 до 15 часов, когда они несутся. Покормила с утра. Все. Больше до 3 часов не захожу. Третья заповедь. Как можно больше хвалить своих вот этих несушек. Вот тогда и будете получать от каждой курочки свежее домашнее яйцо. Всем доброго дня. Такие дни красивые стоят, теплые. В ноябре месяце для нашего региона это прям бесподобно. Не как бабье лето у нас прямо здесь. Мы приезжаем на дачу каждый день. Вот дождики проходят, тепло. У нас сегодня даже плюс 14. Вот температура, красота. Мы каждый через день приезжаем, кормим наших кур. Вот я иду за яйцами. Вон они у нас. Мы их поселяем в теплицу. Там у нас травка. Сейчас я вам ее покажу. Вот мы чередуем. У нас есть ролики. Мы показывали, как мы кур своим кормим. Поэтому у нас они несутся. Просто молодцы. Вот она у нас теплица. Здесь были перцы. Мы, как видите, здесь посадили зерно. Вот она в теплице. Укрылла хризантемки свои. Вторая теплица у нас идет вот рядышком. Теплица. Вторая с рожью. Помещаем, вернее, кур своих. И они у нас кушают зелень. Вон они балдеют на солнышке. Вот они, мои красавицы. Ноябрь месяц. Конечно, они очень сильно полиняли. Ну, что ты разговариваешь, моя хорошая курочка. Ну, они быстро здесь. Нам 2-3 дня. И рожь наша будет полностью уничтожена. И мы будем опять ее сеять по новой. Так мы чередуем постоянно. Даже есть у меня ролик, где мы садим рожь даже в феврале месяце. И к весне она у нас опять вырастает. Так мы и чередуем. Еще фицефалии вот у нас полно. Им кормить еще здесь. И там сарай еще есть. Очень хорошая фицефалия. Плодит хорошо эти тыквочки. И они кушают с удовольствием. Несутся они, слава богу, прекрасно. У нас они молодцы. Вот это доминанты. Вот она. Ну, видите, в каком состоянии. Та же легорная. У нас курочки очень сильно полиняли. Без перерыва. Несутся они. Мы 12 каждый день. 11-10 яиц забираем всегда. Сейчас я вам покажу третью теплицу. Вот она у нас рожь. Это третья теплица. Вот они. Но сюда мы еще не запускаем. Мы чередуем. Иначе все. Они попортят все сразу. Видите, какая зелень рожь. От этой ржи у нас никогда в теплицах не бывает никаких абсолютно сорняков. Отлично. Мы садим. И очень довольны. Земля удобряется. Насыщается хорошо кислородом. Прекрасно. Вот он даже того тяжелое стало, что он полегла. Вот они в той теплице курочки отдыхают на солнышке. И кушают, и отдыхают. Рожь прекрасно растет. И зимой, особенно в теплицах. Главное, чтобы нужно снег засыпать, чтобы была влага, и рожь прекрасно растет. Ну, а сейчас пойдем посмотрим, сколько они нам снесли. Ну, вот урожай наших яиц. Просто у меня на солнышко. Смотрите, какие красивые яйца. Вот это вот несет такое голубое яйцо. Даже можно к салатовому сказать. Это наши хохлатки. Вот это несут наши доминанты. Ого, видите, какие яйца крупные. Ну, это легорны беленькие несут. Тоже крупные яйца. Ну, это хосеки несут. Вот у нас за два дня 19 яиц. Мы очень довольны своими курами. Ну, они умницы. Я их всегда хвалю. Молодцы. Вот она, моя доминанточка идет. Красавица. Да. Думаешь, тебе я буду кормить яйцами? Еще на огороде у нас, как видите, зелени достаточно. Вот она, можно скармливать. Мало того, что они линяют. Вот она. Стоит и щипет перо. Это, наверное, какая-то болезнь у кур. Не иначе. И она допускает. Вот, берите, щипите меня, как пожелаете. Да. Да, подтверждаешь. Подтверждаешь. Поделитесь, у кого такая проблема, что вот куры щипят друг друга. Говорят, что это фабричные куры так делают. Домашние не делают так. Ну, вот такая у нас проблема. Помимо того, что линяют, они еще щипят друг друга. И вот она голая совсем. Вот, подходит. И она сидит, хоть бы что. Ей все равно. Щипет. Не щипет. Ей даже, наверное, может и приятно. Вот она, вот она прям. Вот, вот она подставляет бока. Вот, видите, как. Вот, и щипет перо. Вот она. Но хохладка дает отпор. Она не любит, что ее щипят. Не все курки даются щипать. Вот, поэтому хохладка и не такая голая, как вот эти вот все остальные. Я как-то зашла на один сайт, и там женщина рассказывает, что невыгодно держать своих домашних кур. Как это невыгодно? Если мы приезжаем на дачный участок на свой и собираем по два десятка яиц. Ну, получается, десяток каждый день у нас своих яиц домашних. И не мелких, а именно хороших, крупных яиц. Вот они. Почему невыгодно? Как это невыгодно? Я считаю, что это очень даже выгодно, держать кур. И они оправдывают себя. Да, оправдание даже в том, что они свои домашние, без всяких ГМО, без всякой ерунды. Тем более, что мы, как видите, как кормим и варим сейчас в данный момент картошку, зелень у нас постоянно. Поэтому мы очень довольны своими курами. И однозначно скажу, что очень даже выгодно.